Время новостей на телеканале АКТИС, студия Андрей Иванов. Здравствуйте! И вот что вас ждет в сегодняшнем выпуске. Важные решения на рабочем совещании депутаты Думы Ангарского городского округа рассмотрели шесть тем. Достижения будущего ангарчане заняли призовые места на Кубке Сибири по робототехнике. Устилимск хотят лишить местной достопримечательности. Жители города обратились к председателю Следственного комитета России с просьбой помочь в сохранении трамвая. А теперь обо всем подробнее. В Иркутской области урожай зерновых и зернобобовых культур в этом году побил 30-летний рекорд. Аграрии выкопали более 80 тысяч тонн картофеля, а также собрали почти 30 тысяч тонн овощей с открытого грунта. Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства, это позволит полностью обеспечить внутренний рынок приангарья местной продукцией. За 11 месяцев объем валового производства у нас составил более 75 миллиардов рублей. Это на 6% выше уровня прошлого года. Индекс производства составил 101,1%. И здесь надо отметить, что во всех категориях хозяйства производство мяса, всех видов производства скота и птицы на убой составило более 130 тысяч тонн. Это на 4% выше уровня прошлого года. По словам руководителя ведомства, в ближайших планах увеличение доли элитных и оригинальных семян собственного производства. Ангарская окружная дума продолжает работу над основным финансовым документом. Накануне доходы и расходы местного бюджета обсудили в рамках рабочего заседания. Там же был поднят вопрос о переименовании одной из улиц в честь выдающегося педагога ангарчанки Валентины Афанасьевны Васильевой. Подробности у моих коллег. Рабочее заседание окружной думы началось с вопроса о переименовании улицы Радужной. Депутаты планируют назвать ее именем Валентины Афанасьевны Васильевой. Учитель математики из Ангарска. Она внесла неоценимый вклад в развитие отечественного образования. Воспитала 200 кандидатов и 14 докторов наук. Валентина Афанасьевна – ветеран Великой Отечественной войны, народный учитель России. В прошлом году ее не стало. Более 50 человек, в числе которых ее бывшие ученики, обратились в администрацию с просьбой увековечить память о легендарном педагоге. Данная улица является новой улицей. Адресация объектов с использованием именования улицы Радужной еще не производилась. Следовательно, изменения про восстанавливающие документы на объекты недвижимости не потребуется. В связи с вышеизложенным от городского округа ходатайствует обувековечивание памяти выдающегося гражданина путем переименования ее именем улицы Радужная города Ангарска. Одним из главных вопросов заседания стало рассмотрение бюджета Ангарского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Проект основного финансового документа формировался на девяти рабочих встречах профильных комиссий. Поправки и рекомендации были озвучены на публичных слушаниях в начале этого месяца. Бюджет корректируется в течение всего года в зависимости от складывающейся обстановки, ситуации, дополнительных доходов, экономии, которая у нас неминуемо наступает. Хотя экономия возникает не потому, что что-то не успеваем осваивать, а скорее потому, что эффективно проводим какие-то конкурсные процедуры, где-то более разумно подходим к планированию. Весь бюджет на 100% работает в рамках программ муниципальных, федеральных, областных. Что касается основных задач, это по-прежнему формирование комфортной городской среды. Беспрецедентное количество денег Ангарск в 2023 году получает на программу безопасной и качественной автомобильной дороги. Доходы казны Ангарского округа на 2023 год прогнозируются в объеме более 8,5 миллиардов рублей. 60% этих средств заложено на сферу образования. Всего бюджет состоит из 15 муниципальных программ. Среди них ремонт дорог и благоустройство. Принять документ в окончательной редакции планируют на следующей неделе. У депутатов не возникло ни одного вопроса, ни одного предложения, ни одного замечания. Это говорит о том, что документ, внесенный, достаточно хорошо проработан, он объективен, он взвешен. На очередном заседании Думы, я считаю, что он будет принят единогласно. С проектом бюджета Ангарского городского округа на трехлетний период может ознакомиться любой желающий. Он опубликован на сайте администрации. Всего на рабочем заседании Думы было рассмотрено 6 вопросов, в их числе изменения в положении о земельном налоге, а также поправки и дополнения в устав округа. Мария Константинова, Наталья Хмелева, Роман Буйнов. Местное время. Команда Ангарской станции юных техников заняла второе место на Кубке Сибири по робототехнике. Состязание проходило накануне. Кроме того, пять учеников взяли золото в разных номинациях международного конкурса стендового моделизма. Подробнее о достижениях юных техников расскажет Кристина Пермякова. Аккуратно, с особым трепетом. Так Саша подходит к каждой своей работе. Моделированием парень увлекается 6 лет. Уже не раз он занимал первые места на всероссийских конкурсах и международных выставках. Просто затянуло в один момент, что меня привели во втором классе. Раз. Начал собирать сначала с легких моделей. Ничего не получалось. Потом пришел, мне показали, что можно собирать фигурки, а не танки и все такое. И тогда у меня начали появляться хоть какие-то результаты. В кружке историков стендового моделизма «Арматы» занимаются более 50 человек. Из маленьких деталей они своими руками собирают реалистичные макеты военной техники. Помимо развития моторики и внимательности, здесь также изучают историю. Не менее интересным считается кружок по роботостроению. Его посещают сотни детей разных возрастов. Накануне их команда заняла второе место на региональных соревнованиях. Мотивация у ребят у всех разная. Те, кто интересуется и старается погрузиться в это дело, это конструирование, программирование. Ну и вот развивается. То есть такое инженерно-техническое направление. То есть тут комплексно получается. Всего в станции работает более 150 кружков по разным направлениям. Их посещает около двух тысяч детей. Здесь создают, творят и запретают. Это одно из тех мест, где ребята могут развивать свой талант и в техническом профиле. Мы поучаствовали в областных соревнованиях по робототехнике. Мы провели сами муниципальные соревнования по авиамоделизму, где участвовало более 50 детей из разных образовательных организаций города Ангарска. Шахматный бал 17 числа. Мы впервые провели такое огромное мероприятие, на котором присутствовало более 60 детей, родителей и представителей общественности. Не стоит на месте и педагогический коллектив учреждения. Накануне несколько преподавателей стали победителями Всероссийского профессионального конкурса «Исследовательские компетенции современного педагога». А исполняющую обязанности директора Эму Кареневу в этом году наградили знаком общественного признания Иркутской области за многолетний труд и вклад в развитие молодежи при Ангаре. Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Следственный комитет проведет проверку по факту закрытия Устилимского трамвая. На днях жители города записали видеообращение в адрес председателя СК России Александра Бастрыкина, в котором сообщили о планах ликвидировать местную достопримечательность. Александр Иванович, город Устилимск просит вас и Следственный комитет срочно вмешаться и не допустить закрытия нашего трамвая. А разрушителей трамвайной линии просим привлечь к ответственности. Как отмечают местные жители, трамваем пользуются не только пенсионеры и дачники, но и работники лесопромышленного комплекса. Часть трамвайной линии проходит по живописным таежным местам и имеет протяженность около 30 километров. Закрытие этого маршрута будет преступлением и катастрофой для всего Устилимска, отмечают обеспокоенные горожане. В настоящий момент следователи проверяют всю документацию, опрашивают причастных лиц, после чего будет вынесено правовое решение. Восьмикратно судимый рецидивист ограбил квартиру, переодевшись в женщину. Это произошло в конце ноября. Злоумышленника в изящных босоножках и парике зафиксировала камера видеонаблюдения. Правда, разыгранный спектакль уйти от ответственности ему не помог. Подвох полицейские заметили практически сразу. Молодому человеку удалось проникнуть в жилище и вынести оттуда сотовый телефон. Для надежности даже стер отпечатки пальцев. И тем не менее, сейчас ему грозит до двух лет тюрьмы. В Иркутске отправится под суд местный житель, которого обвиняют в покушении на убийство малолетнего, а также в других преступлениях. Следствием установлено, что мужчина в компании своих родственников совершили ряд поджогов с целью вымогательства и шантажа. Потерпевшими стали девять человек. В качестве подельников обвиняемый привлек своего несовершеннолетнего племянника и сестру. Как сообщают правоохранители, на их счету поджог автомобиля одной из потерпевших. В тот момент в машине находилась малолетняя девочка. Умысел не был доведен до конца по независимым от злоумышленника обстоятельствам. Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку потребовалось провести 40 различных экспертиз, допросить более 100 свидетелей, выполнить иные процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Общий ущерб от совершенных преступлений превысил 22 миллиона рублей. Объем уголовного дела около 30 томов. В настоящий момент оно направлено в суд. Эфир нашего канала продолжит очередная серия рубрики «Здравствуй, мама». В ней о себе рассказывают ребята, которые по разным причинам попали в социальные учреждения. Наши сегодняшние герои Вячеслав и Валерия. Они брат и сестра, оба увлечены спортом, всегда помогают друг другу и мечтают о настоящей семье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, ребята живут у нас в центре 5 лет. По характеру спокойные, доброжелательные очень. Уважительно относятся к взрослым. Лера ответственная очень. Она у нас на группе как маленькая хозяйка. То есть умеет уже абсолютно все. Любит заниматься спортом, греко-римской борьбой. Слава тоже ходит в секцию греко-римской борьбы. Слава также посещает еще секцию бокса. И учится играть на барабанах. Скоро Новый год. И, наверное, есть какое-то заветное желание. Что в письме Деду Морозу? Наверное, Слава, да, наверное, пишет еще письмо. А Лера уже, наверное, не пишет письмо. Но какое-то заветное желание. Есть? О чем ты мечтаешь? Я мечтаю, что мы жили дома. А ты? Я тоже мечтаю, что мы жили дома. Если вы хотите больше узнать о Валерии и Вячеславе или помочь другим ребятам обрести семью, обращайтесь в Межрайонное управление Министерства социального развития, опеки и попечительства в Ангарске. Продолжаем. Во дворце спорта Ермак состоялось посвящение фигуристы. Аналогичная традиция у поклонников этого вида спорта существует уже много лет. Ребята, которые совсем недавно научились уверенно стоять на коньках, продемонстрировали свои первые навыки, а также понаблюдали за выступлениями опытных наставников. В мероприятии приняли участие около 50 спортсменов, которые занимаются в школе Ермак. Недавно ребята вернулись с серьезных соревнований. Все возможные областные соревнования. Вот сейчас они приехали с соревнований буквально вчера. Сулан-Удэ. Первенство Кубка, там первенство Бурятии было. Две золотых медали, две серебряных, две бронзовых. Сегодня, в день посвящения в юные фигуристы, хочется пожелать воспитанникам школы больших спортивных успехов. Родителям хочется пожелать сил и терпения. Ну а мы, как органы местного самоуправления, постараемся сделать все, чтобы количество и качество тренировок было увеличено и улучшено. Фигурное катание – это один из самых зрелищных, пластичных и изящных видов спорта. Сейчас местная команда готовится к выступлению на первенстве Иркутской области. Новый год – самый любимый праздник для большинства взрослых и детей. И, конечно, ни одно торжество не проходит без праздничного стола. Широкий ассортимент свежих продуктов жители Приангария всегда могут найти в торговой сети СЛАТА. Все готовятся к встрече Нового года. Торговая сеть СЛАТА посчитала, во сколько обойдется праздничная корзина с традиционными продуктами. Вот уже совсем скоро наступит 31 декабря. Как в предпраздничной суете успеть купить подарки и приобрести продукты к праздничному столу? Хорошо, что в Ангарске есть торговая сеть СЛАТА. Сейчас мы наберем новогоднюю корзину и посчитаем, во сколько обойдется хозяйке праздничный стол. Новогодние траты, безусловно, бьют по карману каждого покупателя. Но без застолья в этот день не обойтись. Торговая сеть СЛАТА делает все возможное, чтобы сохранить лояльные цены на продукты питания. К примеру, салат Оливье для покупателей торговой сети обойдется даже дешевле, чем в прошлом году за счет более дешевых овощей и снижения цен на яйца. В сети супермаркетов всегда большой выбор мясной и рыбной продукции, кондитерских изделий, алкоголя и фруктов, копченых и сырокопченых изделий. Красная икра обойдется покупателям по самой привлекательной цене. Ну вот, наша продуктовая корзина собрана. Сейчас мы посчитаем, во сколько нам она обойдется. Ну вот, к Новому году я готова. Это все новости к этому часу. Они также доступны на нашем сайте actis.tv.ru и в телеграм-канале. До встречи в эфире на телеканале Актис. До свидания.